Перезарядка простая, просто опускаете руки вниз и вы таким образом перезаряжаетесь. Небольшая инструкция перед игрой и турнир начался. За красных играет команда Уфимского университета науки и технологий. Ее капитан считает, что в этом состязание главное – умение быстро реагировать и приспосабливаться. Здесь очень важно быстро принимать решения и на местности ориентироваться. Все-таки это очень похоже, я бы сказал, на страйкбол-пинбол. То есть от того, как ты на точке займешь позицию, быстро примешь решение, будет зависеть от того, выиграешь ты или нет. В более выигрышном положении находится твоя команда, твои позиции, ты и побеждаешь. Если ты не успеваешь занять ключевые точки, то ты проиграешь. Против команды УУНИТ играют студенты Уфимского колледжа радиоэлектроники. Они знают, что одолеть противников будет непросто. Тем не менее, настрой у киберспортсменов – боевой. Мы понимаем, что соперники тоже очень-очень сильные, с которыми будет сегодня очень сильная месива заруба. Какой настрой? Шикарный, готовый побеждать. Считается, что фиджитал – это тот самый вид спорта, который отвечает запросам общества 21 века. С одной стороны, в этой дисциплине сохраняется физическая нагрузка, а с другой уделяется внимание и виртуальной составляющей, без которой будущее представить невозможно. Для поддержания и здорового духа, и здорового тела была придумана концепция фиджитал-спорта, которая одновременно является и развитием физической их кондиции, и при этом еще и развивает навыки в цифровом пространстве. А сейчас без навыков обращения с цифрой у нас никуда. Сегодня третий день фиджитал-турнира в Уфе. В нем принимают участие 8 команд. Финал первого в республике состязания такого типа состоится уже в ближайшую субботу. Ильсияр Мухединова, Рустам Лукманов, Селечное телевидение, Вся Уфа.